Каждый человек должен сделать жизнь в городе лучше. Пусть вот каждый из спикеров, из гостей ответит вот на вопрос буквально одно действие, чтобы все мы стали жить лучше. Класс. Ну давайте с Дима начнём. Нет, давайте с оттуда я попаду. А, ну ладно, давай с Дима. 150 раз озвученный ответ. Заметили какое-нибудь недоразумение? Лужу, грязь, надпись на стене? Не поленитесь, отправьте заявление, пусть приведут в порядок хоть маленький клочок. Бор, дом, дорога. Дима или нет? Да. Каждый должен заниматься своим делом и очень хорошо. Тогда получится результат. Ну то, что касается меня, я меняю город. Я как раз занят тем, чтобы его вывернуть наизнанку. Город себя изжил, он переродился. В этом городе жить нельзя, это не город. Это не среда для человека. Он должен быть совершенно другим, и для этого нужно поменять своё сознание. Нужно понимать, что человек не должен претендовать на гигантские территории. Человек должен отказаться от желания получить гектар в своё распоряжение. Он не должен к этому стремиться. Он должен иметь возможность получить достойную квартиру, ну метров 200, с открытой террасой метров 50. Но это может быть в центре очень плотного города. Мне кажется, в России такая огромная территория. Это ошибка. Это ошибка. Если москвичи получат каждый по гектару, москвичи, они расселятся и реализуют свою мечту, то москвичи займут всю европейскую часть России. Ну и ладно. Интересная информация. Потому что она хоть как-то улучшится. Реформа Столыпина нам не подходит современного. Я вот, кстати, считаю, что если отвечать на наш вопрос, чем больше москвичей уедет из Москвы... Ну, если они уедут... Уезжайте, москвичи из Москвы. ...и найдёт себе дело в другом городе, тем лучше будет город. Ищите, да, он в Пермь, например. Хороший ответ. Но, Катя, ты считаешь, что должны всё уезжать в Москву? Чем будет? В Москве. Мне кажется, что надо стараться останавливать на себе какую-то злость и ненависть, которые, возможно, город в себе несёт и отражает во мне. Ну, например, если кто-то наступил на ногу, нахамил, в ответ очень хочется сделать что-то подобное. И это просто бесконечно тогда будет. Надо стараться на себе это останавливать. Подставить в другую щёку? Нет, просто понять, что произошло, и не пускать это дальше. Не надо. Я, со своей стороны, хочу сказать, что я преподаю public relations, digital PR, вот, журналистику и там многие вещи, связанные с медиа. Я считаю, что люди должны образовываться. А то, что они знают или умеют, они должны сделать из этого, ну, медийные проекты. Я вот этому у студентов учу. Вот Дима, например, знал, как сделать, совместить юридическую сторону решения вопросов с интернетом. И решил, хороший проект. А больше каких-то инициаций. Да, время такое, когда может любой сделать там хороший блог, хорошую читаемую какую-то историю. Сами образовывайтесь, образовывайте других. Я считаю, что надо каждый день работать над своим эгоизмом, заглядывать внутрь себя, пытаться, так же, вот как Маша говорит, бороть в себе какие-то недостатки, замечать их, осознавать эти свои недостатки. Это позволит быть бескорыстным, позволит делать бескорыстные какие-то, может быть, субботники, уборки, бескорыстные какие-то дела на благо города. И, мне кажется, не стоит зацикливаться только на материальных каких-то улучшениях. Потому что человек очень быстро привыкает к всему хорошему. И когда у тебя, например, нет своей квартиры, ты ездишь по съемным, тебе очень плохо, и ты думаешь, какой я несчастный, когда у тебя появляется своя квартира, отлично. А ты так первые два месяца живешь, радуешься, а потом ты так же привыкаешь к этому и чувствуешь, что да, у меня есть квартира, ну и что. И начинаешь так же хамить, агрессировать, т.д. и т.п. И быть несчастным в этом славном городе. Поэтому я считаю, что надо работать над собой прежде всего. Да. И заражать других этим. Какое счастье. Ваше. А я не волтораюсь. Почувствовать себя частью этого города, принимать его как свой дом. И если видишь большую яму, писать Диме. Если видишь бутылку на дороге, то самому взять и поднять ее. И просто каждый день думать о том, какую мелочь можно сделать, чтобы изменить что-то лучшее. Дина. Дина. Мне кажется, внимание и осознанность. Ну, по всему. К себе. Потому что ты говоришь, делаешь, думаешь. Как окружающим. Ну, внимание такое элементарное. И просто находиться всегда в этом пространстве. И не ждать, что кто-то за тебя сделает. Можно сделать завтра или не сделать никогда. Это там кто-то виноват. Просто делай все, что ты можешь по максимуму. И будь внимательнее ко всему, что вокруг происходит. Я буду очень рада, если действительно наш город наполнится какими-то такими маленькими ритуалами, маленькими действиями, которые действительно будут действовать всем на благо. И я думаю, что со временем это не может застопориться. То есть это будет только развиваться. И все больше людей будет приобщаться, смотря на хороший положительный пример своих соседей. Не сильно длительная дискуссия. Это очень хорошее для всех людей. Владимир Абрамовича, знаете. Ставить себе на телефон будильник каждые три часа. И вот когда будильник звонит, надо себя в этот момент осознанно включать. Что ты в этот момент думаешь, о чем у тебя вообще в голове крутится. То есть, как правило, люди либо находятся в каких-то заботах, либо в каком-то, ну, в каких-то старых прошлых переживаниях. Либо они там о чем-то мечтают. Ну, короче, надо себя вот все время стопить и говорить, вот находишься ли ты сейчас, ловишь ли ты от этого удовольствие, радость. И что ты можешь сейчас сделать такого, чтобы, ну, как-то всех порадовать, например. Или себя-то в том числе.